Вот у нас есть устройство, например, зеркало. Называется зеркало Исиды. Ну, вроде бы, простое зеркало. Но у этого зеркала, вот сзади него, прикреплена вот такая карточка. Что делает эта карточка? Карточка эта меняет структуру стекла зеркала. И тогда, когда человек смотрит в это зеркало, его свет, который у него идёт из глаз, глаз попадает в зеркало, проходит через вот это стекло модифицированное, отражается и возвращается обратно. Когда свет идёт с искажениями, он туда проходит с искажениями, обратно восстанавливается и идёт уже без искажения. Да, это слабый свет, который у нас идёт из глаз. Мы светимся всеми частями тела. Но потихоньку у человека появляется вот такой вот тонкий камертон, на который он может настраиваться сам. Это причём камертон, который не принесён откуда-то извне, ну как что-то хорошее с точки зрения разработчиков, а это его собственный свет восстановленный. Поэтому он настраивается на свой собственный свет. Ну так как глаза зеркала души, ну фактически мы говорим, что идёт настройка на свою собственную душу. В душе человек всегда знает, что он хочет. И вот когда человек начинает взаимодействовать с таким зеркалом, потихоньку-потихоньку он начинает проявлять в своей жизни так называемые истинные желания. То есть желания, которые идут у него от сердца, от его собственной души. И эти желания начинают его выводить на тот путь, который ему предназначен. Люди, которые пользуются, например, этим зеркалом, они привлекательность тоже возрастает. Ну, например, тех женщин, которые проводили с такими женщинами эксперимент в Краснодаре по методике профессора Савиной, например. И интересные результаты получили. У профессора Савиной есть тестовая система, которая может определять биологический возраст человека. И мы вот с помощью этой тестовой системы проводили эксперименты в течение двух месяцев. Взяли группу женщин, которые смотрелись в это зеркало несколько раз в день по определенной методике. И была контрольная группа, которые смотрелись в обычное зеркало. Так вот, оказалось, что биологический возраст контрольной группы не изменился, а биологический возраст группы женщин, которые смотрели в это зеркало, у них средний возраст группы исходный был 50 лет. А на момент окончания эксперимента через два месяца по этой тестовой системе, по оценке, средний возраст был 36 лет. И казалось бы, да. То есть люди говорят, ну как же так, мы же смотрим в зеркало, мы видим, что мы практически не изменились. Да, нам не говорят, что мы как-то стали по-другому выглядеть, там многие знакомые, но я это вижу, вот морщинки вроде бы почти никуда не делись, вот там вроде как я раньше выглядел, так и выглядел. Вот дело в том, что мы когда говорим о времени жизни человека, то мы оцениваем его от начала и до настоящего времени, да. Но ведь надо оценивать всю жизнь, от начала и до конца. Вот из-за того, что мы говорим, что у человека начинает проявляться истинное желание, и он начинает двигаться более точно по пути, который ведет, он по этому пути может дольше пройти, дальше, чем он мог бы пройти, вот потратив в никуда свое время жизни. Фактически это означает, что точка окончания жизни переносится вдаль. И относительно вот общей жизни, действительно вот этот отрезок начинает быть меньше, который он уже прожил, по отношению к тому, что теперь ему еще больше можно пристигнуть. Вот теперь он уже может успеть гораздо больше. Сергей, завершение нашей беседы, пожелайте что-нибудь зрителям портала Пульс Плюс. Мне бы хотелось пожелать зрителям здоровья, чтобы это здоровье, оно было для них незаметным и легким, чтобы они себя не чувствовали, потому что, как говорил дед профессор, когда я был молодым, я себя не чувствовал, это было прекрасно. А сейчас я себя чувствую, это отвратительно. Поэтому давайте себя не чувствовать, а в этой жизни быть радостными, счастливыми, замечательными, великолепными, прекрасными. В чем могут помочь как раз наши системные адаптеры, чтобы вы стали светлыми людьми и в светлом будущем могли его светло строить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова